привет друзья у нас середина октября осень очень скоро придут новогодние праздники я уверен что каждая хозяйка уже сегодня начинает мучительно думать что ж такое приготовить на праздничный стол ноябрьские праздники также будут халуин на носу короче говоря осень зима сплошные праздники я тоже не останусь в стороне буду предлагать вам различные салатики интересные к праздничному столу закуски как холодные так и горячие и сегодня давайте мы с вами приготовим чили джем на основе чили перца вот зеленого перца это французский соус он прекрасно сочетается с сыром с паштетами с овощами со всеми жаренными во фритюре продуктами например луковыми колечками картошкой free короче говоря если вы приготовите этот соус он станет вашей палочкой выручалочки для того чтобы что-то уникальное интересное подать на праздничный стол вот просто поставьте его рядом с аджикой ну вперед у меня здесь 800 грамм нечищенного перца перец убираем семечки они нам не нужны я вам рекомендую деть перчатки вот потому что все-таки это чили если вы почерпите глаз например то будет бобова я уже этого не делаю потому что честно говоря за многие годы уже я не настолько чувствительный чили очищаем все вот таким вот образом с 800 грамм нечищенного перца у нас с вами получилось 650 грамм грим сотейник пару столовых ложек оливкового масла направляем наш перец 200 грамм сахара нам понадобится белый уксус винный или же яблочный ну ради бога не используйте некий химический уксус и вот эти все эссенции это все ужас ужас используйте только натуральный про и вкусные правильные продукты которые полезны для нашего здоровья 250 миллилитров уксуса яблочного и столовая ложка соли вот в принципе и все закрываем его крышечкой и томим прошло минут 15-20 открывайте крышку окна увариваем так чтобы вот этот наш соусик вот этот сок уварился практически вдвое ну вот в принципе этого достаточно переливаем меньшую емкость но в общем то и все да будем перетирать перетираем да вот видите остается жмых фактурный когда мы его выбрасывать не будем мы его будем также использовать в будущем для своих каких-либо тушеных блюд там для мяса овощей для борща конечно вот у нас с вами чили джем готовый красивый соус невероятно вкуснятина часть анютка дам тебе попробовать ну конечно у него и вкус очень уникальный интерес он конечно острый не майлды для женщины даже островато я сказала но во всяком случае это же не является скажем так главным блюдом это дополнение она улучшает вкус нашего что делаем с этим добавляем сюда соли и уксуса немножко прямо царе уксус до прямо из бутылочки соли сюда можно выдавить еще например пару зубцов чеснока а можно оставить вот так вот все это направляете в баночку и все у вас получается прекрасная вещь типа аджики можете добавлять его в майонез можете добавлять в суп тушеную картошку да куда угодно в лапшу абсолютно очень это очень очень хорошая вещь соус наш готов замечательный чили джем ну и такая вот аджики с вами получилась сейчас мы с вами переготовим блюдо которое будет идеальная закуска горячая закуска на праздничном столе я буду использовать сербри вы можете использовать любой сыр с белой плесенью например хермелин или же камамерт ну много существует подобных разновидностей сыров я буду заворачивать этот сыр вот в такой покорок существует их огромное количество это сыровяленый окорок австрийский я специально буду готовить вот венский окорок он копченый на дубовой щепе и обладает очень уникальным интересным вкусом а если у вас его нет вы можете использовать хамон вот испанский хамон или же прошу то в принципе это тоже самое единственная разница что хамон и прошу то они не копченые они просто сыровялены а этот еще и копченый то есть он даст дополнительный флайва нашему блюду первым делом мы с вами сейчас запечем морковь она у нас с вами будет как гарнир к нашему блюду как ни крути я все наши блюда так они и будут с изюминкой не могу ребята по-другому многие пишут делайте видео покороче не нужно таких сложных блюд давайте мы будем готовить и что-нибудь обычное простое ребята ну как вы считаете нужно ли мне переходить на простые блюда по-моему без меня достаточно людей в интернете в ю тубе которые готовят просто без всяких изюмов так хорошо морковочка посолили сахар раз-два-три но среднем где-то полная столовая ложка черный перчик тимьянчик сухой да вот это у нас оливковое масло замечательное не жалеем и немножко белого вина обычно я когда готовлю подобным морков к мясу или к рыбе я и добавляю еще уксус но сегодня уксус не буду добавлять потому что у нас с вами уксусный соус и поэтому чтобы соблюсти гармонию мы с вами уксус не будем добавлять и баланс да моя духовка 200 градусов она разогрета хорошо направляю в печь запекаем до приятного золотистого такого цвета чтобы она была поджарена ну короче говоря вы все увидите очень красиво да замечательно ведь как она хранить красиво поджарилась мягенькая но в то же время она еще будет хрустящая давайте отложим в стороночку разогреваем сковородку начинаем готовить наш бри копченый окорок какой красавец видите тот кто не пробовал обязательно попробуйте вот вот такая вот наша история это вот именно классическое венское приготовление австрийская традиционный копченый сыровяленый окорок обратите внимание какой формы я выбрал сыр то есть обычно не продаются круглой формы иногда продаются большими такими колесами но этот наиболее классный для нашего блюда вот я пожарю буквально вот эти два сырка разогреваем сковородку она у нас должна дымится так и должно быть так и закручиваем то есть получается что когда он будет жариться внутри сыр расплавится края плесени не дадут ему вытечь пару зубчиков чеснока такими достаточно произвольными кусочками оливковое масло и я добавлю немножко нашего топленое масло до чесночок какой аромат и вперед готовится очень быстро когда вы готовите подобные блюда вот сыром важно его хорошо прогреть чтобы он был мягкий внутри но в то же время не передержите иначе он у вас потечет по сковородке и весь эффект пропадет ну конечно конечно перейдите смотрите наше масло дает дополнительный вкус именно тот самый сливочный вкус чесночок ну конечно чесночок жареный это вообще очень хорошо сочетается с сыровяриными такими вот вещами как наш окорок ну и сыром так же видите все все уже надо его снимать сторонку начинаем сервировать ну друзья вот такое несложное вкусное полезное эффектное блюдо но вот наша морковочка смотрите какая она вкусненькая поджаренная и вот так вот этот соус замечательный должна обязательно попробовать хочу тебе дать морковочка немножко немножко ты так чтобы тебе не было остренькая ну попробуй мне очень нравится нравится этот острый морковочка эта острота с этой сладостью очень то есть они друг друга дополняют да вот этот джем своей остротой и перечным вкусом он раскрывает вот вкус глубокий и такой знаете вот радужный морковочке ну смотрим что у нас здесь сырком смотрите какой сырок какая прелесть вот капсулка да вот он мягенький невероятный просто невероятно так наш главный ценитель ну конечно да очень простое блюдо готовится просто очень быстро ну конечно нужно сделать чили джем пусть и лежит у вас в холодильнике он будет храниться не менее полугода вы можете его использовать постоянно с разными с разными жареными блюдами но я уже вам все это рассказал ну класс да теперь моя очередь смотрите-ка ну вот точно как будто в оболочке совершенно верно он у нас с вами не течет но в то же время он нежный мягкий вот этот окорок сыровяленый копченый он конечно раскрывается с этим сыром невероятно с этим джемом вот так вот я люблю поострее вы знаете это изысканная да я буду вам показывать еще очень и очень много вот таких вот стартеров ну закусок потому что когда вы начинаете свой вечер вот сразу с такого аккорда вы задаете тон своему празднику конечно уже все по-другому не просто сидишь и прошу прощения жрешь а наслаждаешься вкусом вы рассуждаете со своими гостями спрашиваете ну как ну что какую нотку то там услышал понимаете как эстетично кушать нужно но друзья на этом все мои фантазии больные на сегодня закончены надеюсь что вам было интересно вы что-то узнали для себя новенькое все наши новые подписчики я вас приветствую надеюсь что вам понравится на нашем канале вам будет уютно и тепло пока мои дорогие и увидимся в следующий раз